У меня один из самых вдохновивших меня образов, связанных вообще с творчеством, со смыслом творчества и искусства был такой. Я когда-то увидел в Сербии икону деревянную на выставке, под которой было написано, что ее автор вырезал ее на протяжении 60 лет. Она была размером с бумажный листок. Мне это очень понравилось. И очень меня как-то это вдохновляет. У меня есть такая работа, которой я занимаюсь уже много лет, которую я как-то там стругаю, протираю тряпочкой, что-то убираю, что-то добавляю. Это называется стихотворный цикл «От воскресенья до воскресенья». Я туда что-то дописываю, что-то убираю, с каждым годом там что-то меняется. Смысл стихотворного цикла в том, чтобы пройти событиями от входа Господа Мерусалим до Пасхи. Сейчас я прочту несколько стихотворений оттуда, не буду все читать, но несколько все-таки прочту. Итак, день первый – это верное воскресенье, фрукт Господня Мерусалима. В город въезжает Спаситель на белой осляте. В городе множество праздничных мероприятий. Постные блюда идут на ура в ресторанах. Фильмы с духовным контентом на киноэкранах. В город въезжает Спаситель и все ему рады. Градоначальник спешит его встретить с парадом. Пресса взволнована, все в ожидании чуда. Только куда он опять уезжает отсюда? Праздник и счастье на улицах Иерусалима. Только куда он опять всего этого мимо? Только куда обращен его ласковый профиль? Что ему там? Ну чего ему там? На Голгофе. Это воскресенье. Следующий день перескакиваю через понедельник и вторник. Это среда. Это тема предательства. Стихотворение называется «Предатель». Вот иду, уверенный, уместный, В пиджаке, который мне идет. Сочиняю правильные песни И пою тому, кто их поймет. И не нужно самооправданий, Потому как и упреков нет. Лишь звенят в оттянутом кармане Тридцать окровавленных монет. Следующие стихотворения посвящены четвергу. Первое из них называется «Пионеры во дворе первосвященника». Его нужно читать в идеальный подбой барабанов. Такой тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот, но я без барабанов. «Небо серое холстино, А под небом смерть и страх. Мы с тобой сидим в дозоре У костра, у костра. Наши замыслы лучисты, Наши цели нам ясны. Нам с тобою экстремисты Не страшны, не страшны. Кто там в сумерках рыдает? Подозрительная тень. Бодро петушок встречает Новый день, новый день». В сумерках рыдает Петр, как мы помним. А потом кричит петух. Опять «Великий четверг». Те же события, но немножко с другого ракурса. «Великий четверг на Садовом кольце Чувствую запах дыма. Он прилетел ко мне от костров Города Иерусалима. Там с утра взбудоражен народ Событиями ночными. Кто-то сейчас ко мне подойдет Спросят, ты тоже был с ними?» Пятница. Крестоношение. Истерзанный всеми болезнями века К себе прижимая потертый портфель Идет человек в окружении снега В звенящем потоке разлук и потерь. Ему не помогут ни мудрые книги, Ни деньги, ни водка, ни... Помню, что... что-то еще... Ни друзья. Его одиночество будто вериги, Лохмотье разорванного бытия. И с ним по дороге Никем не замечен По слякоти здешних И схоженных мест До самой вершины Тоски человечей Спаситель несет Свой заснеженный крест. Суббота Суббота Это Немножко перенесемся В такую Народную традицию Освящение куличей Плохо слышно? Освящение куличей И вот это все И вот это все Трудно все-таки услышать В хороводе куличей Храм апостолов уставших Гефсиманский ляск мечей Петушиные три крика И распни его, распни В общем, трудно встретить праздник В эти праздничные дни. Вот. И... Браво! Пожалуй, последнее стихотворение Такое. Я на Пасху лежу В светлой комнате Превращаясь В тихую точку Вижу сон Из ниточек света Сон, в котором Мне больше Не страшно. Ну вот. И несколько песен Играет гитара у вас? Да. Ну вот. Первая песня называется Фонари Мне, кстати, Дима Студеный Натолкнул на понимание того, Что эта песня Имеет отношение к Пасхе И я понял, действительно, Это же пасхальная песня Я приехал сюда для того, Чтобы начать здесь раскопки В этом городе, где каждый первый Любимый прощен Где все ищут себя И свободных мест на парковках И повсюду разбросаны клочья Старых знамен Я приехал сюда, потому что Здесь не было страшно Я приехал сюда, потому что Здесь было легко Потому что Смешной человек танцевал Здесь на башне И никто не держал на воротах Тяжелых замков Здесь был праздник Праздник для тех, кто снаружи И тех, кто внутри Люди в красном И через ночи Несли фонари Эй, прохожие, постой Мы с тобою Раньше встречались Почему ты не хочешь сказать То, что мог бы сказать Почему ты стревожен И чем опечален Почему не подходишь И не смотришь в глаза Я прошу, постарайся узнать Ведь я тоже местный Помнишь, дом на холме С красной птицей Ведь это был мой Помнишь, как мы шагали всю ночь Под старые песни Я спою тебе И если хочешь Ты тоже мне спой И будет праздник Эй, надевай алый шелк Выходи во дворы Люди в красном Вновь зажигают свои фонари 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 Вы знаете Я живу всю жизнь в Москве И очень любил Люблю этот город Но почему-то несколько лет назад Он мне стал страшно надоедать И стало такое чувство Сколько можно Улица Покровка Магнолия Кафе Шоколадница Метрополитен Имени Ленина Но однажды со мной Произошло такое Духовно-оптическое чудо Значит, я вышел из храма Как раз на улице Покровка Там есть такой храм Косьмой Дамиана И вдруг у меня После службы Или не после службы Я не помню И вдруг у меня ясно Как-то в глазах Настроилась перспектива Благодаря которой я понял Увидел просто Не понял, а увидел Что есть небо Какое-то огромное Огромный объем Вот этого синего Бездонного неба И есть город Который стоит Как в его подножии Вот И в этот момент Мое восприятие пространства Оно как бы разомкнулось Что ли Оно перестало быть таким Каким-то закупоренным Что-то вот храм Иногда бывает так После храма Знаете, после исповеди Как будто влажной тряпкой Протирают зрение Да, бывает так у вас? Да Это очень удивительная история Вот Значит, про эту песню Ровно про это событие Значит, там Есть упоминание Иосифа Визарионовича Сталина Неожиданным образом Там есть фраза И Сталин на старом Арбате Или Сталин на витринах Арбата Значит, для тех, кто не знает Почему-то При всем развитии Нашего чудесного города Там и так далее Арбат остался Где-то в 90-х годах Вот И там сувенирные лавки И в сувенирных лавках Почему-то одним из самых Топовых сувениров Является Сталин Там матрешка Сталин Кепка Сталин Майка Сталин Подгузник Сталин Я не знаю, что там еще В общем, вот только в этом ракурсе Ни в каком больше В этой песне В этой песне В этой песне Это упоминается Есть гитара у вас, да? Тебе надоел этот город И пруд, что ни разу не чистый И все, кто здесь весел и молод И все эти консюмеристы И это безумная спешка Движения рваны и смяты И новые фэшн-кафешки И Сталин в витринах Арбата Оранжевой веткой Ты едешь От теплого стана К бот-саду И будто закрученный Дервиш Все кружишь и кружишь По мкаду Под вечер Ты шляешься где-то И выглядишь Мрачно и странно Кому-то горланишь Куплеты И скачешь ночной обезьяной Бросаешь тупые остроты И требуешь зрелища хлеба Но вдруг ты почувствуешь, что ты Идешь по подножию неба И ноги в крылатых сандальях И ты с каждым выдохом ближе А мимо проносится стоит Крылатых прекрасных таких же И все в этом городе В утреннем золоте Тебе улыбаются Видишь меня Видишь, видишь меня Спокоен и весел ты И новая песенка И город просторний день от огня И город прозрачный день от огня И над protege Дорогие друзья, мы тут с Юлей пошутили, Боярченко, что ты все пишешь? Я говорю, оперу пишу, ком-то нибудь. Шутка юмора. Надо же юмористически какие-то ноты добавлять тоже в выступление, мне кажется. Следующая песня, друзья. События, которые происходят вокруг нас, меня лично снова и снова подталкивают к тому, чтобы искать какой-то не елейный, не регламентированный образ церкви, образ Христа, какого-то живого в настоящей жизни. Следующая песня, она называется «Подмосковная история». Она такая, в общем, как раз попытка с одной стороны сказать о Боге, а с другой стороны при этом остаться на земле. Это, в общем, даже не песня, а рассказ. Только я не слышу гитару совсем. Слышите? Ты родился в глуши лихих подмосковных квартир. Твой родитель ходил за тобою, гад конвоир. Ты за тумбочкой ныкал, помятый союз Аполлон. Одноклассники тебя называли шпион. Ты был так неспортивен, ты шаркал, как будто старик. Ты листал на помойках страницы оставленных книг. На работе считали, что ты типа немного того. И отмежда среди мусорных баков ты встретил его. И он смотрел на тебя, словно он тебя долго искал. А потом он прищурился и еле слышно сказал. Эй, я не знаю, чего ты здесь хочешь, но и решили брать. Нас всех отравляет проклятый кармический яд. Он с тобой говорил дружелюбно и не свысока. Приходи по субботам, встречаемся в местном ДК. Эй, приятель, в эту субботу в 15.00 Ты узнаешь, как победить в тревогу и боль. И ты немногое понял, но главному все-таки внял. И в субботу в 16.00, ты в 15.00 соль. И до субботы в 15.00 ты вошел в этот зал. Там в сияющем свете раздолбанных прожекторов. Кто-то долго твердил про космическую любовь. И ты немногое понял, но что-то случилось с тобой. Эти новые темы взяли тебя под конвой. И ты узнал, что вокруг тебя песна иллюзии и лжи. И ты пытался понять, для чего, для чего, для чего ты живешь свою жизнь. Твой приятель, Виталий, был странен и длин на волос. И ты пришел к нему, чтобы задать ему свой вопрос. И он ответил, я понимаю, о чем ты, старик. И протянул тебе стопку зачитанных правильных книг. И ты читал три недели, но все-таки мало извлек. Ведь ты не был искатель, ни пьих, шуни, дервиш, ни йог. Так и не пробудившись, ты ушел в беспробудный забой. И в твоем городе осень сменилась долгой зимой. Эй, от тебя отвернулись те, с кем ты был знаком. А ты поддерживал дешевую водку с дешевым пицком. И ходил по родному району, как оборванный бомж. И все пытался понять, для чего, для чего, для чего, для чего ты живешь. Этим утром ты очнулся в подвале на битом стекле. Ты был как человек, положенный заживо в склет. Вдруг ты понял, рядом с тобою есть кто-то живой. Он взвалил тебя на спину и потащил за собой. Он тебя поднимал по разбитым ступеням наверх. Он тебя поднимал из подвала под утренний снег. Как будто ты был сопливый пацан, а он твой отец. На его голове ты увидел терновый венец. Ты очнулся, когда ты почти что вернулся домой. Ты почувствовал, в воздухе пахнет скорой весной. А потом поднимайся, отсчитывая этажи. Ты решил, наступило время жить эту жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, друзья, сейчас, знаете, я понял, что я хочу вот что-то попробовать вот сюда. И это будет финал такой вот. Раз-раз. Ну вот, это финал. Укрыться в этот день, зарыться в этот свет, Не приглашать гостей, Не трогать интернет. Прозрачный черный чай, Веселая печаль. Закончен долгий шторм, И вот он, мой причал, Побыть собой в друзьях, Побыть себе отцом, И разглядеть себя За собственным лицом. Откончить долгий спор, Отбросить героизм, Закончить петь про жизнь И превратиться в жизнь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ .